Всем привет! С вами магазин Автоток и сегодня я хотел бы рассказать вам о магнитоле в стиле Тесла для Chevrolet Captiva на платформе Android версии 7.1.1. Корпус данного устройства выполнен из черного пластика с глянцевым покрытием. Поскольку эта модель является штатной, то она встает на место прежней магнитолы без щелей и зазоров. С подключением также проблем не возникнет, так как она вставляется в соответствующие фишки и ничего в проводах менять не нужно. Ну, то есть подключение pin-to-pin. Теперь перейдем непосредственно к характеристикам. Для этого можно открыть приложение Device Info для более точной информации. Как уже было сказано выше, данное устройство на платформе Android версии 7.1.1. Также обладает мощным четырехъядерным процессором и четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами внутренней. Экран сенсорный, емкостный, довольно отзывчивый, диагональю 13 дюймов. Разрешение дисплея 1645 на 1080 пикселей. Вверху у нас находится кнопка регулировки яркости, кнопка перехода в спящий режим и кнопка выключения магнитола. В данный момент мы видим рабочий стол устройства. Внизу экрана имеются основные кнопки управления. Это получается переход на домашнюю страницу, ну то есть на рабочий стол. Кнопка возврата на предыдущую страницу. И регулировка громкости. Также здесь можно увидеть меню настройки управления блютузом hands-free. Есть возможность сменить заставку на рабочий стол. Что касается функционала основного. Здесь можно зайти в радио. Этими кнопками меняется частота. Также уже имеются готовые частоты. Отсюда можно перейти на страницу эквалайзера. Он здесь 7 полосный. Есть уже готовые настройки. Также можно настроить свою личную. Запустим видеоплеер. Основные органы управления видно. Также можно поменять положение экрана. Можно поставить по ширине. И вообще сделать режим картинка в картинке. Таким вот образом. С помощью данной кнопки можно открыть окно, в котором видно все установленные приложения. Установленные стандартные. Также в данной магнитоле есть функция GPS навигации. Но, к сожалению, здесь никакого типового решения не установлено. Но можно установить любое приложение, например, на VTail. И все будет работать. Что касается камер. Чтобы зайти в настройки, можно нажать по кнопке вот этой. Есть возможность подключения камер бокового, переднего вида и заднего. Например, вот эта. Для примера, вот подключена вот эта. И, как можно увидеть на дисплее, она имеет хорошее качество. Довольно-таки. И снимает плавно. С частотой 30 кадров в секунду. В заключении, пару слов о комплектации. В нее входят стандартные фишки подключения питания. RCA и USB кабели. Помимо этого, имеется модуль GPS навигации. Wi-Fi усилитель. Комбас декодер. Переходник на антенну. И дополнительные фишки подключения. На этом все. Ссылку на данную магнитолу оставлю в описании. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.